Практически во всех религиях и культах больших и не очень есть некая фигура, божество, дух или демон, отождествляющий собой абсолютное зло. Зло, противостоящее хорошим и добрым силам. Именно это зло не дает возможности наше каждодневное бытие превратить в рай. Даже у миролюбивых буддистов, у которых все тлен, все пустота, есть Мара, демон, искуситель, возглавляющий царство богов. Именно он пытался напугать и сбить с пути истинного принца Сиддхартху, дабы не позволить тому наконец-то стать Буддой. В авраамических религиях персонифицированное зло называют дьяволом, сатаной, иблисом, илюцифером. Многие диванные интернет-знатоки скажут, что это совершенно разные персонажи и у них разные цели. И каждый из этих знатоков будет приводить в пользу своего мнения различные доказательства. Одни доказательства будут более убедительны, другие менее убедительны. Однако, если почитать в словаре значения имен и обозначений, которые я произнес ранее, то вы там обнаружите, что так или иначе на разных этапах все эти имена нарицательные сливаются воедино в неком боге зла, который таковым является для более чем 4 миллиардов человек, тех, кто считает себя последователем авраамических религий, иудаизм, ислам и христианство. Давайте назовем этого демона или бога абсолютного зла Сатана. На обороте моей книги написано следующее. Крыжановский Петр. Личный биограф Сатаны. Истинно говорю тебе, читатель, в руках ты держишь подлинную биографию падшего ангела от начала времен и до настоящего момента. Все тайное должно стать явным. Кому, как не личному биографу, открывать и рассказывать о всех секретах того, кого я так упорно и последовательно разоблачаю. На протяжении всего периода существования Сатаны в книгах и религиях у людей с ним были непростые отношения. Вроде как во имя бога зла никогда не убивали миллионы людей, не захватывали именем Сатаны государств и новые территории. Как раз наоборот, это происходило с именем добрых богов. Но он все равно плохой и бог зла. Им по-прежнему пугают верующих людей. Несколько десятков раз в комментариях под другими роликами на похожие темы мне писали, не нужно об этом говорить, это опасно. Вы не боитесь? Нет, не боюсь. Именно поэтому считаю себя вправе провести анализ и рассказать людям этого противоречивого мира тайну и самый страшный секрет Сатаны. Того самого библейского, исламского и иудейского. Несмотря на то, что информации о нем не так уж много, всю, что мы имеем, можно подчеркнуть из нескольких книг. Ответы на вопросы есть. И сегодня они прозвучат. Дорогой зритель, если ты смотришь это видео, то есть настоящее сопротивление злу, которое не планирует выпускать из своих рук реальность. Меня зовут Каженовский Петр, вы на канале Нулевой Пациент. Прошу подписаться на канал и поддержать это видео лайком. Заранее благодарю. Ну что ж, мы начинаем. На фоне огромной белой луны 33 изящных женских руки раз за разом поднимались вверх и вновь срывались вниз. Благо, младенцы умерли сразу. Крови было очень много, и она почему-то совсем не впитывалась в землю. Одежда пачкалась и становилась черной, а 33 ведьмы все продолжали наносить удары, превращая вытоптанную поляну на верхушке горы в багровое месиво. Когда избиение младенцев окончилось, вырвавшись будто из наваждения, девушки стали молча смотреть друг на друга. Спустя несколько мгновений они уже улыбались, поздравляя друг друга, ощущая некую общность, которая привела их к чему-то новому, к тому, о чем они мечтали. Окончательно придя в себя, 33 ведьмы стали стягивать с себя ветхие, изорванные наряды, хлюпая ногами в огромных кровавых лужах, они не успели сделать задуманного, когда в небе на фоне сияющей луны возник изящный мужской силуэт. Некто, чьи волнистые волосы до плеч развивались на ветру, приближался к ним, демонстрируя свое совершенное, соблазнительное ногое тело. Молодые девушки все поняли, они очень четко знали и понимали, кто это. Пред ними появился их бог, сатана. Зачем вы убили этих детей? Ведьмы были уверены, что все происходило так, как и должно было. И владыка тьмы испытывает и проверяет их, чтобы ты появился и дал нам то, о чем мы просим. Но зачем мне вам что-либо давать после того, как вы убили святых и невинных детей? Внешне Самоэль выглядел спокойным, однако внутри он испытывал невероятную ненависть, отвращение и злобу. Молодые красивые девушки это почувствовали и растерялись. Так было написано в договоре, который мы подписали кровью, отдав тебе души. Разве я заключал с вами какой-то договор? Что-то обещал? Нет. Вскочила с колен молодая ведьма с длинными русыми волосами, кончики которых были испачканы кровью собственной дочери. Но твой слуга обещал, бесы и демоны. Это подтвердили. Самоэль рассмеялся. Я не знаю всех своих слуг, но все мои слуги знают меня. Из этого делаю вывод, что вас обманули, и я ничего не должен. Ведь мы впали в панику, крича, и хватаясь за волосы, которые хотели вырвать от удушающей злости. Я появился здесь не из-за вас, а из-за ваших детей. Мне хотелось посмотреть на матерей, которых так любили. Их новорожденные дети, которые их убили. И один бес и демон с вами не сравнится. О, великий владыка тьмы! Простите, я с трудом сдерживаю смех. Упала на колени ведьма. Прошу, жалься над нами и даруй то, о чем мы просим. Мы готовы служить тебе вечно, выполняя все, что ты скажешь. Самоэль именно так и поступил. Он даровал 33-м ведьмам невероятную силу и бессмертию. Но с маленькой деталью он дал возможность каждой из них всего лишь на несколько мгновений испытать то бесконечное чувство любви, которое испытывали младенцы к собственным матерям, а вслед за этим их духовную боль, когда детей убивали. Так ведьмы прокляли себя и сошлись с ума. Кровь, не впитавшаяся в землю, стала бурлить и подниматься над землей бордово-бурым густым облаком, прыгая на обнаженные тела ведьм, будто живое существо, оно превратилось в черную одежду, скрывающую их уродливую сути лица Божия. Как хорошо я пишу! Друзья, покупайте, не пожалеете. Это роскошно! Я, как автор, в этом уверен. Дорогие друзья, лучший способ поддержать меня и наш канал Нулевой Пациент это приобретение моих книг, отрывок из которой я буквально только что вам прочитал. Для того, чтобы приобрести мой мистический роман Самоэль, биография сатаны, переходите по ссылкам в описании под этим видео, пишите мне и приобретайте мою книгу. Всех заранее благодарю! Библейское слово хасатан обозначает противник, древнегреческое слово дьявола означает клеветник. У иудеев не все так плохо и у них сатана всего лишь ангел смерти, работающий, служащий Богу. Однако, при любых обстоятельствах, кем бы и как бы он не назывался, именно с него все пошло мягко скажем не по плану. В момент, когда после его уговоров Ева вкусила плод с древа познаний и Бог изгнал людей из рая. Кстати, в исламе Иблис джинн, созданный Аллахом из огня. Остальные ангелы были созданы Аллахом из света. Аллах потребовал пасть на колени перед ним Иблиса и когда тот ослушался, был изгнан с небес. Не мне, конечно же, давать советы, однако, раз уж есть конечности и вообще физическая оболочка, я бы рекомендовал стрелять по коленям из дробовика. Так надежней. Астала виста, бейби. А вообще, если есть возможность уничтожить отступника и пакостника, почему бы этого не сделать, чтобы тот не портил жизнь земным тварям, в том числе и людям. Однако у богов свои причины и мотивация не трогать и не исправлять собственные ошибки. Ну да ладно, вернемся к сатане, который клеветник, противник, ангел смерти, джинн, соблазнитель, но как мы видим, по именам и обозначениям не убийца, не каннибал, не мясник и не трупоед. В библейских текстах, помимо прочего, он змей, дракон, древний дракон и даже внимания князь мира сего. Видимо, те, кто писал Библию, знал, что утверждает и был уверен в этом. Я сейчас не буду обсуждать действия авраамического бога. Среди его поступков и решений были и прекрасные, и совершенно больные, и маниакальные. Сейчас мы говорим лишь о боге зла, сатане, который, если почитать Библию и другие святые книги, не сделал ничего сверхъестественно ужасного. Если говорить о цифрах, им убитых, то до хорошего бога или хотя бы до Мао Цзэдуна или Пиночета ему далеко. И вот тут возникает важный вопрос, а не заключается ли основное коварство и его подлость в том, что он всех убедил и даже фактически Библию в том, что ничего плохого он особо и не сделал. И единственная причина, по которой у него конфликт с богом заключается в том, что он не поклонился ему, не подчинился. А в мире, который создал бог, это самый страшный грех. Ведь это мой мир вообще-то. Говорит бог, что хочу, то и ворочу. Не нравится, не существуйте. Звучит так, будто мыслит не бог, а человек. Как говорят многие родители своим детям, мой дом, мои правила. А что было бы, если бы сатана такой на колени? Ну ок, как скажешь. Да, ты прав, это твой мир и я тут гость. Спасибо, что создал меня. Буду тебя слушаться. Представляете, как бы выглядела после этого, например, Библия? И создал бог неба и землю, рай, Адама и Еву. И все было хорошо, и все были счастливы. Конец. Если бы так было, мы никогда не узнали бы о пророках и не прочитали бы их книги, потому что все было бы хорошо, бороться не с кем и не с чем. В данном контексте возникает вопрос, только пожалуйста, давайте будем в этом откровенны, все и беспристрастны. Для постановки интригующего сюжета, где мы все за что-то и с чем-то боремся, для создания смысла и динамики богу нужен сатана, некий антагонист, антигерой, бог зла. Ну ладно, пусть не богу, а вообще этой всей истории про начало, конец и страшный суд. Для чего вдруг появляется такой персонаж? В чем его суть? Ветхий завет, Коран и Евангелие знают очень четко, чем закончится мир. Там все предсказано, и как утверждают многие яростные, верующие, уже все сбывается, и конец света, и божий суд где-то вот-вот близко. То есть у бога есть возможность предсказать грядущее. Почему тогда он не предсказал, что сатана предаст его и будет пакостить? Почему он не понял, что он при любых обстоятельствах не станет пред богом на колени? Неужели он создавал умышленно своего антагониста, то есть врага, с какой-то определенной целью? Заметьте, библейское слово ха-сатан означает противник, то есть подразумевает некое противостояние. Дьяволос с древнегреческого это клеветник, обманщик. Итак, мы имеем персонажа, который должен противостоять богу, который будет постоянно его оговаривать, клеветать на него и вообще подстрекать и соблазнять людей на всякие противные богу гадости. И что так будет, именно так, бог знал. Ведь страшный суд, он же ведь предсказал и многое другое предсказал. И оно сбылось, судя по Библии. И как утверждают верующие, продолжает сбываться сейчас. И такое положение дел, то есть действия сатаны бога устраивает. Выходит, через дьявола Всевышний узнает, насколько мы верны ему. Это почти как если бы добрый, моральный, нравственный отец через подосланного наркодилера пытался бы выяснить, уколит ли себе ребенок героин или нет. С одной разницей, в отличие от реальных земных родителей, бог не останавливает наркодилера и ребенка от укола, а просто очень расстраивается и страдает. Еще и наказывает ребенка. Добавляя при этом, я же говорил, теперь ты будешь страдать. Странно, но наркодилера никто не наказывает. Несмотря на то, что его дом ад, он каким-то мистическим образом постоянно оттуда выбирается, чтобы делать свою работу, пакостить. Конечно же, все потому, что он агент под прикрытием и перед ним стоит конкретная задача, которую поставил перед ним главнокомандующий, постоянно проверяющий своих подчиненных на верность и лояльность. В остальном, невероятно пугает какая-то сверхъестественная тупорылась сатаной. Тебе сто раз говорили, ты проиграешь, тебя накажут, ты слабее Бога. Христос тебя уничтожит, он уже один раз оказался сильнее тебя, не соблазнился на власть над миром, которую ты предлагал. Нет, ты все равно лезешь и лезешь. Ни одному процессу или действию пророка ты так и не помешал, но ты все равно как баран прешься. Не зря тебя изображают с рогами. Неужели ты не умеешь просто читать или у тебя нет опыта, в памяти ничего не откладывается, ты по умолчанию номер два, ничего не выйдет, ты проиграешь. Все это было доказано не единожды, но нет. Ты все равно как будто у тебя есть какая-то проблема с уровнем IQ. Всегда рад стараться. Правда интересно, почему сатана ведет себя так, как будто бы он отмороженный идиот, у которого явные проблемы с хромосомным набором, судя по его уровню мышления и упрямости. Ответ на этот вопрос очень прост. Сатана не может этого не делать. Он на работе. А работу, несмотря на то, что все понимают, что ты дурак, нужно выполнять. А за работу ты получаешь всегда что-то взамен. Некую прибыль, одним словом, зарплату. Как там указано в библейских текстах князь мира сего? Интересно. А не нас ли ты получил в награду за свою работу, говно собачье, эту чудесную ферму? Пока все чертовски логично и монолитно, до омерзения. Знаем ли мы с вами хотя бы одного человека, который бы нам сказал, я сражался с дьяволом, и я проиграл или умер? Нет. Все святые во всех канонических текстах, пророки и даже боги, вышли сухими из воды, победив зло, повергнув сатану в огненную гиену. Ты какой-то слабак однако. И как же ты предстаешь людям в библейских видениях или быть может святым с черными глазами, рогами как монстр, демон, как жуткое чудовище, орешь, проклинаешь, заклинаешь, пугаешь. А потом очевидцы, пусть даже не шизики, но мало ли, вдруг такие есть. Они такие, я такое видел, так все страшно и ужасно. Он такой страшный, интересно. Послушайте меня, умные, думающие люди, интересно, боятся ли высоты слепые от рождения люди? Правда интересный вопрос. Возможно ли сатане, да и вообще демону или некому злому духу напугать человека, если он закрыл глаза и заткнул уши пальцами? Если вы приведете слепо глухого в кинотеатр на фильм «Звонок» он ничего не испугается. Абсолютно. Не вижу и не слышу зла. Если у зла в руках нету дробовика или бензопилы, то бояться его нечего. А если он есть у него, то, как вы понимаете, он может быть и у тебя. Каждый пес должен знать, что в напугалке всегда могут играть двое, как и стрелять из револьвера. Ты появляешься с запахом серы, будто дым и исчезаешь. Где хоть одна сдвинутая тобой каменная глыба? Их нет. Сатана, дьявол, Иблис. Называйте этого черта, как пожелаете. Нанятый на работу актер, в чью задачу входит постоянное создание грозных ужасающих образов, которые пока что никому так и не навредили. А вот великий потоп, свидетельство которого есть не только в истории многих народов, но и среди научных доказательств, убил миллионы. Но сатана такого не может. Такое может лишь твой хозяин, который тебе такой же хозяин сатана, как и каждому из нас. Если он захочет, мы с тобой пес, перед ним окажемся в абсолютно равных условиях. Это чисто его решение. Однако, в отличие от нас, у сатаны есть выгода, его зарплата за оказанные услуги. Он важный, ценный работник, поэтому его никогда не накажут. А у нас, друзья, у людей выгоды нет. У сырья вообще в принципе выгоды быть не может. Сырью положено быть сырьем. Помни это, ферма. Почему сатана не бог зла и никогда им не было? Почему во вселенной нет бога зла и быть в принципе не может? Потому что зло это деструктивные физические и эмоциональные субъективные процессы для человека. Когда нам умышленно кто-то наносит увечья, режет плоть, бьет, сжигает плоть, это не зло, а деструктивные биологические процессы, который нарушает целостность мышечных тканей, кожного покрова и нервных окончаний. Мы так реагируем на насилие эмоциональное и физическое против нас по причине того, что мозг заботится о нашем выживании, самосохранении. Чтобы вы знали адский ужас, который испытывает человек, наблюдая жуткие образы из фильмов наподобие изгоняющего дьявола, это всего лишь лошадиные дозы адреналина, который вырабатывает ваше тело, чтобы спасти вас, чтобы вы убежали от этого ужаса ножками. Вот этот адреналин, вот весь этот адский ужас, которым так пугают нас в религиях, в упаковках, он продается в аптеке, он спасает жизнь людям, при остановках сердца. Неужели вы думаете, что это вещество есть в аду? Все отвечающее за его выработку умирает здесь и гниет, так что сатана может всю свою пургу гнать верующим, но не мне, не таким же, как я, грамотным думающим людям. И я не атеист, просто я очень много знаю, потому что я очень много работаю и изучаю, в том числе и себя, и свое тело, и свой мозг, и свое сознание. Но помните, и это очень важно, у всего есть смысл, у всего пожиратель миров, тот, кто посмел назвать себя богом, сделал сатану сатаной с конкретной целью. Сейчас, друзья мои, скажу не по тексту, потому что, как мне кажется, это максимально интересное сравнение, когда я постоянно говорю, значит, о ферме, о скоте на ферме, о нас с вами, и когда я говорю, например, о хозяине фермы, всегда есть овчарка, и эта овчарка держит в страхе непосредственно отару овец, с целью, чтобы эта отара овец вела себя прилично и сделала все то, что необходимо хозяину фермы. вот и все, ребят, сатана это овчарка, это вот тот самый пес, который гоняет этих овечек, бедняжек, и они так боятся, что их, значит, этот пес покусает, но, как мы видим и насколько мы знаем, что ни одни волки и ни один пес не съели столько бараньего мяса, сколько съедает хозяин фермы и его семья. ферма существует с конкретной целью, пугающие образы нечистой силы существуют с конкретной целью, все вот это бага-бага-бага-бага. Всего есть цель и нет никакого олицетворения зла или добра. Есть конструктивные биологические и эмоциональные, а также духовные процессы, есть деструктивные процессы, созидание и разрушение. Абсолютное зло может в любую секунду возникнуть в соседней квартире, когда муж бьет свою жену, и это не делает этого человека богом зла. Абсолютное добро может точно так же возникать. И возникает это абсолютное добро благодаря тому, что у вас вырабатывается серотонин, гормон счастья, окситоцин, гормон любви и многие другие нейромедиаторы. И вот вы испытываете благодаря им благодати, называете это божьим добром. И не нужно этого стесняться. Я повторюсь, я не атеист. Знаю, что незримый мир существует. И там тоже есть правила, которым подчиняются еще не открытые законы физики. Не нужно никому этого стесняться или бояться. Всему свое время мы сможем сделать все необходимые открытие, если мы этого захотим. Хотите называть это мистикой? Зовите мистикой. Хотите звать наукой? Зовите наукой. Да лампочки, как это называть. Главное, друзья мои, не бойтесь клоунов, чья работа создавать конкретное настроение у людей. Бойтесь тех, кто способен убивать младенцев тысячами и уничтожать Содом и Гоморру по каким-то субъективным морально-нравственным причинам. Твое мнение кто-то спрашивал. Займись лучше борьбой с инцестом и педофилией среди своих пророков неврастенек. Вот таких богов обязательно бойтесь, ведь они вернутся в желании поставить скот на место. Когда овчарка уже не сможет сдерживать и контролировать скот, тогда вернется хозяин фермы. Скажу честно, совсем недавно я узнал смысл существования фермы, что на ней добывается и когда она закончится и главное чем она закончится. Честно говоря, мерзко, противно и жутко. В том числе и от нашей с вами глупости. Наверное, так же мерзко и жутко скоту на скотобойне. Так что мы с вами совсем не лучше, друзья, а могли бы быть и лучше. В заключении хочу сказать всем зрителям, несмотря на могущество и знания фермеров, когда они приходят забирать скот, они не ожидают увидеть в руках маленького теленка автомат Калашникова, который пронзает тело фермера, шокированного вот с такими глазами фермера насквозь, за секунды. Это значит лишь одно, что в песочнице количество всех возможных элементов и составляющих для всех играющих одинаковое. А значит, если все элементы и составляющие известны полностью всем играющим в песочнице, у всех шансы на победу равны. Слышите? Во все игры могут играть двое. Помните это. Главное полностью знать все правила игры. Знаете, еще раз скажу не по тексту, я иногда смотрю различные видео, которые можно характеризовать как необычные, мистические, страшные. Вот. И там в этих видео показывается, как какое-то странное существо заглядывает в размытые окна или в двери через стекло. Знаете, такое размытое стекло. И обычно все это подается под страшную музыку. И дети кричат на заднем плане, и женщина пугается и так далее. Но заметьте одну деталь. Это существо в дом не зашло. Это существо, если чисто гипотетически предположить, что это не поделка, это существо остановило, вдумайтесь только, стеклянная дверь или окошко. То есть поймите, не такое же, во-первых, оно и смелое. Поэтому что бы сделал бы я? Я взял бы алюминиевую биту, открыл бы с криком бы двери и херачил бы эту тварь до полусмерти. Лишь бы это не оказался просто бухой батя, который ползком пытается забраться домой. Поэтому ничего не бойтесь. Бойтесь ножа, бойтесь вороватых чиновников, бойтесь оружия, бойтесь невменяемых гопников, алкашей, полусумасшедших, которые выражают каким-то образом в вашу сторону агрессию. Бойтесь этого. Остального не бойтесь. То, что не держит в руки нож, то, что не сжимает кулак перед вашим лицом, не держит оружие, не способно вам навредить. Оно слишком ссыклыво и оно вызывает в вас страх только лишь через образы. Бага-бага-бага-бага. Но мы же можем вдвоем играть в эту игру. Понимаете? И ровно столько, сколько пугают вас или меня, ровно столько я могу пугать в ответ. С одной только разницей. Я состою из материи, друзья мои. Вот. Я существо физическое. Что это значит? Это значит, что если кто-то не может взять в руки нож, биту или пистолет, то мы с вами, друзья мои, можем с легкостью его взять. Взять и воспользоваться. В этой вселенной у чуда есть предельная величина, выше которой силы преобразований быть не может. Единственный шанс открыть эти чудеса заново, умереть и вновь открыть реальность для себя, родившись. Именно поэтому смерть и рождение величайшие мудрости и добродетели вселенной. И мне не очень нравится это говорить. Я говорю это только лишь потому что я это понимаю. Ну все, друзья, я взболтнул сегодня слишком много лишнего, не время еще. Я все расскажу, скоро это время настанет. Дорогой друг, если ты посмотрел это видео, да-да, ты есть настоящее сопротивление. Я искренне вас люблю и обнимаю. Будьте смелы и свободны. Добро и изменения к лучшему это и есть вы, друзья мои. Надеюсь, вы подписались, нажали лайк, оставили комментарий и нажали колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. И помните, грядут перемены, эти перемены, друзья, и есть вы. До встречи. субтитры